Ну, а мы с вами переходим к спору мужчин-спринтеров. И сейчас представят нам здесь таблицу Кубка Мира. Но вначале старт-лист. Приятно видеть сразу трех российских спринтеров в группе сильнейших в финале Кубка Мира. Здесь и Виктор Муштаков во второй паре. Ну и в пятой паре подержит Руслан Мурашев. Ну и, конечно же, куда без Павла Кулижникова. Он в заключительной шестой паре. Главные его соперники Шинам и Лоренсон ведут в предыдущих парах. Ну, здесь, наверное, знание результата соперника так не поможет. Здесь сложнее все-таки бежать на победу. Ну, а вот положение в Кубке Мира. Значительный перевес 86 очков у Кулижникова над Шинамой. Больше 100 очков над Лоренсоном. И, в принципе, если Шинам и Лоренсон не блеснут сегодня, есть теоретическая возможность того, что Кулижников может стать уже сегодня обладателем Кубка Мира на дистанции 500 метров. Но вообще спринтером два раза здесь бежать. 500 метров сегодня и завтра. Так что, может быть, этот спор разрешится и завтра. Но все равно преимущество Павла солидное. И, в общем, я надеюсь, что не должен он его упустить. Вот как раз с Кулижникова. Ну, вот сейчас, всматриваясь в таблицу стартовый протокол, опять же, у Руслана Мурашова мы сейчас отметим, что малая дорожка, опять же. Ну, малая дорожка на старте и, соответственно... Да, второй поворот по большому радиусу. Вот. И мы уже видели с тобой, как он это сделал в Инфелии. Все красиво. Ну, можно вспоминать, как он сделал все точно так же здесь же в Солд-Дейк-Сити в прошлом сезоне. В декабре на этапе Кубка Мира, когда 34-02 пробежали. Второй результат в мире, да. Да, второй результат вообще в истории. Ну, и 35 баллов ему нужно дотянуться до третьего места, до Лоренсона. В общем-то, я тоже считаю, что это такая уж непосильная задача. Ну, это интересно, но этот спор может продолжиться и завтра, когда, соответственно, Лоренсон будет бежать, финишировать. Ну, да, да. Но когда они с Мурашовым поменяются дорожками, вполне возможно, что они опять окажутся в одной паре. Ну, сегодня Кулижников, я думаю, все-таки от Кулижникова вряд ли стоит ждать бега на мировой рекорд. Сегодня, я думаю, что он будет более спокоен и сосредоточен на решении результата. Турнирного. А вот завтра, тем более, что завтра как раз Павлу достанется стартовать по малой дорожке и финишировать из большого поворота. Вот там можно и ждать. Ну, а пока открыли забег два корейца по малой дорожке Тай Юн Ким. Одиннадцатое место в Кубке мира. Мин Кью Ча по большой дорожке стартовал бронзовый призер Олимпийских игр в этой дисциплине. Он 12-й в Кубке мира. Ну, и 34-88 Тай Юн Ким бежал. 34-44 в этом сезоне Мин Кью Ча. Ну, Мин Кью Ча выигрывает. Выигрывает много. И 34-22 личный рекорд Мин Кью Ча. На 9 соток бьет он свое прежнее достижение, которое в Калгари в прошлом сезоне на этапе Кубка мира устанавливал. Ну, такое резвое начало. Очень резвое начало. 34-22 уже в первой паре. Что дальше-то будет? Да, ну, опять же, тут всего их 6 забегов. В общем-то... Ну, хорошо. Будем считать, что с середины стартового протокола мы начали. Обычного Кубка мира. Очень хорошо справился с малым поворотом Мин Кью Ча. Ну, это, в общем, нормально для ребят, которые начинали с шортрек. Лоран Гюбриев, обладатель лучшего результата сезона в мире. И Виктор Муштаков, который в этом сезоне трижды, где-то дважды, дважды, бил личные рекорды на старте сезона в Коломне 34-66, если я правильно помню. И 34-43 в Инселе, где он сумел стать бронзовым призером. Неплохо для дебютанта. Ну и, соответственно, у Муштакова пока 10-я позиция в Кубке мира. 9-й у Лорана Гюбри. Разница между ними всего 7 очков. В общем, тоже почему бы не побороться. Да, в общем, там и рядом и Мураками с Хосигавой 7-й и 8-й, поэтому... Фальстарт. Нет? Нет, не дали фальстарт. Это просто зрители на трибунах, ну, руки оторвать таким зрителям. Ах, блин, да что такое-то. Еще и Омега. Ох, обидно. Не обидно. Причем напрямой, видимо, зацепил носком конька лед, Виктор. Ну, видимо, от большого желания, потому что разбег-то был неплохой. Ну, Лоран Гюбри остановили забег. Видимо, из-за того, что сбил как раз вот этот датчик, видимо, показали Лорану Гюбри, что надо остановить забег. Или что с ним? Нет. Ну, ему штаков доезжает. Да, Виктор просто понимает, что ему... Ну, опять же, там... Ну, нет, ему надо добежать до финиша, потому что очки получили. Лучше, чтобы хотя бы за 12-е место получить очки. Да, 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 да. В Кубке Мира лишними они не будут. Да. Ну, сейчас покажут нам в замедленном повторе. Но случается такое. Да, да, носком конька зацепил. Ну, с другой стороны, ну, давайте вспомним и олимпийские чемпионы, ну, вернее, не олимпийские, шестикратные чемпионы мира на олимпийских играх так падали, цепляя коньком. Я про Джереми Озерспуна. Да, именно здесь же, кстати говоря, на этом катке. Да. Точно такая же ошибка, только чуть раньше была. Ну, да, да, на четвертом буквально, пятом ошибке. Да, да, да. Не на третьем. Я просто не очень понял, почему Дюбри остановился в своем беге в последнем повороте. Что-то, видимо, какая-то информация поступила ему, что вот, в общем-то, или можно не добегать, или что это, или будет перебежка. Ну, перебегать, наверное, будет он один. Может, такого-то не должны как бы давать еще один шанс. Затюди заделывают как раз пробоину во льду. Да, вот еще раз повтор падения. Ну, в общем, да. Да, ну и уже деваться некуда было. Руслану остаться в своей полосе у него тоже уже не получалось. Неплохой разбег-то был. Они, в общем, вровень разгонялись и, в общем, ну... Сейчас посмотрим, что же объявят жюри, как они решат этот вопрос. По идее, дюбри-то, если перебегать, то перебегать он будет последним после всех. 9.75 у дюбри-разбег, но при том, что он среагировал, в принципе, уже он видел на падение Муштакова. То есть у Виктора был очень быстро разбан, в принципе, это что-то в районе 9.6, а может быть даже 9.5. Ну, 9.6, наверное, да. Дюбри обсуждает. Ну, Лоран Дюбри в Калгари на национальном чемпионате установил как раз вот лучшее достижение в этом сезоне. 34.11. Это теперь и личный его рекорд, и он пятый спринтер, скажем так, в истории конькобежного спорта, если личные рекорды сравнивать. Поэтому, конечно, от него здесь тоже многого ждут, но он среагировал вот на вот этот... Хотя нет, на разгоне-то нет. На разгоне-то он... При входе в поворот там, по-моему, шаг задержал. Да, ну, у Виктора посмотрите, какое преимущество было там метров 3-4. Да, то есть это ну, десятые, две, три точно. Да. Где-то в районе... Ну, в районе 9.6 точно был разгон, может, такого был бы. Ну, то есть у него даже, при том, что вот все-таки зафиксировали результат, у него 9.76 с падением получили стартовые 100 метров. При том, что он сколько? Вот последние там метров 15 на животе ехал. Может быть, даже и 9.5. Но этого мы не узнаем, но, в принципе, хорошо, что у спринтеров еще завтра будет возможность пробежать. Надеюсь, там все пройдет лучше. Для муж такого. Тем более, что и финишировать из большого поворота. Ну, просто не хотел финишировать сегодня из малого. Ну, может быть, да. Может быть, да. Ну, это уж мы так позволяем, не можем себе пошутить. Конечно, расстроен Виктор, но, с другой стороны, в общем, тоже не испортит он этим падением себе сезон. Для дебютанта быть там в дюжине сильнейших на финале Кубка мира, стать бронзовым призером, так прилично пройтись по личным рекордам, ну, это уже хорошо. В общем, мы сейчас понимаем, что, тем более, что сегодня, опять же, можно будет еще на тысячи Виктору проявить себя должным образом. Ну, вот всем остальным, конечно, немножечко так сложности создал. Спринтеры не любят вот эти паузы, которые образовываются перед забегами. Да, потому что психика очень, очень остро реагирует на все изменения. И, опять же, утяжка коньков, вот мы видели, не случайно нам показали, как Лоренцем с расшнурованными коньками сейчас сидит. Ну, а тем временем, японцы, ребята японцы в этом сезоне очень здорово добавили, причем, как молодые, так и опытные. Тут Тряки и Хага в следующей паре побежит. Ну, а здесь Юма Мараками и Цубаса Хосигава. В общем, тоже те, кто уже давно в сборной в японской, и Мураками и Хосигава. Но, вот, в этом сезоне они выходят на новые уровни. И Мураками личный рекорд 34-47. В этом сезоне Мураками вообще впервые, как бы, из 35-ти выбежал. Ну, вот, 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 9-46, вот я предполагаю, что вот Триктор Маштаков бежал вот на эти же секунды. Ну, очень, очень, очень быстро. Завтра, завтра определимся. Очень быстрый, да, очень быстрый разгон. Ну, японцы всегда блистают быстрыми разгонами. И еще одно падение. А вот и малая дорожка, вот и малая дорожка, да. И 34-11. Мураками повторяет рекорд Дюбри. И понятно, что это личный рекорд, но вот не зря ему Мураками и Ангелину Голику пригласили в Голландию 15-го числа, там в пятницу пройдет такой коммерческий старт в завершении сезона. Сильвер Болл, по-моему, да, они называются. Вот специальные приглашения и Голикова, и ему Мураками получили на эти соревнования. Ну, там как раз и Лоран Дюбри, и Ника Ильи, и Канами Сога, и Де Йонггут, зацепил фишку. Зацепил фишку на внутреннем радиусе Субаса Сигава, и как раз на такой скорости это и привело к столь трагическим для него последствиям. Ну, а Мураками-то какой молодец. Сейчас еще одна пауза будет в связи с тем, что восстановление льда и, соответственно, выставление матов. Ну, это вот опять же концовка сезона, тем более, что, в общем, японские спринтеры, ну, соответственно, имели возможность готовиться спокойно к этому старту и ребята явно, в общем, ни на что не претендуя в Кубке мира шли ва-банку оба. Поэтому и разбег такой был по, там, 9,46-9, там, второго же тоже, в общем, был, там, да, 9,54. 9,54, да, 9,46 был у Мураками и, соответственно, посягавы до 9,54, точно, совершенно. Поэтому, в общем, ну, ну, теперь, пятое, шестое место в истории конькобежного спорта за Лораном Дюбри и Йомой Мураками по 34,11. Ну, это уже такая экстра-лига. Ну, дальше продолжается чемпионат Японии, я так понимаю. Да, с Иному с Хосигавой. Ну, удивительно, конечно, то, что целым, таким, строем, что ли, японцы всей командой тоже накатывают. И, в общем, я бы в следующем сезоне от них тоже ждал бы прогресса дальнейшего. и они очень серьезными оппонентами будут. Спринт в Японии всегда ценился высоко, но новым тренером очень прилично добавили. И Шинамо второй в Кубке Мира, Ария Хехага четвертый. Шинамо в этом сезоне выиграл два этапа. Правда, оба в таких непростых условиях у себя на родине в Томакамай на открытом льду. Но и на других этапах он там и серебро, и бронзу убрал. Может быть, к концу сезона был не так ярок и упустил. Но в какой-то момент Тацу Ишинамо был лидером Кубка Мира. Поэтому, в общем, ему есть тоже, за что побороться. Но Ряй Хехага что-то откровенное. Фальстарт допустил. Ну, а Шинамо опасен еще сегодня и тем, что он финишировать будет из большого поворота. По-моему, опять был фальстарт, если честно, у Хаги? Да, у Хаги. Да, Шинамо сидел плотно. Ну, что, эти японцы как с разбегом? Ну, тоже, тоже, посмотрите. Вот, получается, в 0,08 4 человека разгоняются от 9,46 до 9,54. Шинамо может идти ва-банк сейчас. Да, и Хага, в общем, рядышком. Борьба какая на финише. и, ну, что? О, мировой рекорд у Шинамы 33,83. Вот так вот отбирает у Кулижникова мировой рекорд и сразу на 15 сотых. Не ожидал сам. Ну, честно, чтобы вот так вот, помню, как Кулижников по несколько сотых там собирал в 15-м году, и Шинамо вот так вот сразу выдает на гора. И вот эта вот вся таблица со всеми пятыми, шестыми результатами в истории, она сейчас в мусорную корзину отправляется. 33,83. Ну, можно вспоминать Хирайесу Семизу, который там первый из 35 секунд бежал у японцев, а вот теперь, ну, не знаю, конечно, как оно будет. Может быть, этот мировой рекорд долго не продержится, но пока 33,83 сотые от Суишинама. Где-то при том, что он вот достаточно... И при том, что с фальстарта был заведен. То есть, мы привыкли говорить, что когда старт, ну, после фальстарта чуть-чуть засиживаются спортсмены, то есть, это еще где-то несколько, ну, сотых, тысячных... Ну, их объявит. Руслан Мурашов. Ну, непростая сейчас задачка у Мурашова и Лоренсена бежать после того, как вот такой невероятный мировой рекорд перед ними состоялся. Уорренсон, наверное, вряд ли претендует на мировой рекорд на 500-метровой дистанции. Ну, Мурашова отпустили. Попал, попал, почти попал, можно сказать. движение все равно было он так в сторону, правда. Давайте смотреть. У Мурашова тоже должен быть хороший разбег 9,56. На 6 соток всего лишь хуже, чем у Тацуи Шинамы. Ему тоже финишировать из большого поворота. И Руслан очень здорово, мне кажется, работает сейчас. Немножко сует Ребекто как будто бы скровали, мне кажется. Даже из большого его выносят. Но выигрывает у Лоренсена, ну, а результат, ну, проигрывает, ну, да, проигрывает много, даже лучшего результата в сезоне своего не получилось у Мурашова при таком-то разбеге, 34-22 было, да, он в Инцеле стал чемпионом мира. И пока лишь только пятый Руслан. Волнение, волнение, безусловно, преобладает. Ну да, ну, в общем, уже у чемпиона-то мира должен быть опыт обуздания нервной энергии. Он понимает, что он бежал в Инцеле, сейчас 34-22, он увидел сейчас, что лед быстрый, в общем-то, ну, и, соответственно, дальше уже пошел огонь, огонь в голове пошел. Вот интересно, конечно, что сейчас в голове у Павла Кулижникова. Так долго Кулижников шел к мировому рекорду и три года, три с лишним года им владел, отобрали. Ну, лидер Кубка мира, и, в общем, все равно надо бежать на очень хороший результат, чтобы не отпустить, не устраивать завтра себе нервотрепку. Джун Ху Ким, соперник Кулижникова по паре. Мы видели, мне кажется, что судьи, судьи видели, что движение было у Павла, он так подседал потихоньку. Ну, а это свежеиспеченный мировой рекордсмен. И трое из четырех японцев, ну, а четвертый просто упал. То, кто добежал, все добежали с личными рекордами. Да, и судья говорит, удерживайте позицию на старте. Судья на старте. в принципе, разбег нормальный для Кулижникова, 9,67. мировой рекорд, когда он устанавливал, он тоже 9,67 разогнался. Сейчас весь вопрос удержать малый поворот. Очень прилично привез Юрху Кимов на Павел Кулижников сейчас на переходной. И должен быть хороший результат у Павла Кулижникова последние метры. И мировой рекорд Кулижников возвращает себе 33,62. Вероятно, невероятно, что это фантастика. Вот это да. И это при том, что так все затянулось, при том, что вот так все было нервно. 33,95. Это 23,93. Друг из 24 секунда. Но Кулижников талантище. Но красавец! Какой же он фантастический! Это невероятно! 23,62. Ну вот правильно сказал. Это психология, да? Вот это психология. Вот это как все можно было выдержать. И еще вот так и еще добавить. И в малый поворот. То есть я подумал, ну это опять же это спасибо шинами. Потому что если бы не было вот этого рекорда шинамы, этого результата шинамы, Кулижников сегодня бежал бы на победу, но гораздо спокойнее, не рискуя в малом повороте. А здесь шинамы поставил задачку Кулижников так, ну хорошо, давайте я решу и эту задачку. Это уравнение не проблема. Ну, фантастический, конечно, талантище Павел Кулижников. Вот это уровень сейчас со своего личного мирового рекорда он даже уточнили 33,61. То есть 37 сотых больше третьей секунды долой. И уже два человека в истории есть, кто выбегал из 34 секунд. Это Павел Кулижников и Татсуэши нам. Невероятный. Два мировых рекорда по ходу одного забега. Фантастика. Ну и в Кубке Мира Кулижников оставляет решение спора на завтра, но по сути ему надо просто доехать до финиша. Потому что больше 120 очков не наберет, больше 594 очков не будет. То есть Кулижникову надо просто набрать какие-то зачетные очки, чтобы стать обладателем Кубка Мира. Ну это опять же если кто-то не побьет рекорд мира. Понимаешь, да? Как все произошло и сейчас. Ну понимаешь, шинами завтра бежать финишировать из малого поворота, а Кулижникову из большого. Так что если кто и побьет мировой рекорд, то Кулижников. то Кулижникову